Даже воду не хочу с ней дают и мне попить. Основная цель его была, чтобы она, как Дефолнов говорил, не доехала до больницы. Ну иди в ***, пока не убила ***. Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда, в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Убийца, мошенник или жертва жестокого пранка, который вышел из-под контроля. Соловики поделились новыми подробностями скандальной истории египтянина, который заказал киллеру свою жену. Также расскажу еще об одном мече, который не придумал ничего лучше, кроме как попытаться убить своих коллег. И, кроме того, поговорим о кражах, разбоях, изнасиловании, поджоге. Выпуск насыщенный. Начинаем прямо сейчас. Планировал устранить неугодных женщин и прибрать к рукам чужое добро. Следственный комитет делится новыми подробностями резонансной истории египтянина, который заказал киллеру жену. Психолога-психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. А это значит, минус одна лазейка, которая могла смягчить приговор. Такая перспектива омрачает настроение уроженца Каира. И теперь мужчина надеется, его показания уменьшат будущий срок. Никаких чистосердечных признаний. А меч отстаивает противоположную версию произошедшего. Уверяет, он не преступник, а жертва рокового стечения обстоятельств. Киллера якобы нанял для защиты, а не убийства жены. Что интересно, версия обвиняемого, который категорически отрицает свою причастность к совершению преступления, и говорит о том, что все это было шуткой. То есть все его встречи, которые проходили с исполнителем убийства, он говорит о том, что все это было шуткой. Процесс передачи денег он объясняет тем, что платил деньги, чтобы супругу не убили некий бандит. Он объясняет это тем, что они хотели подставить его. Эта громкая история, напомню, разыгралась в нашем городе полгода назад, когда выходец из Каира, который ранее предпочел песчаным пейзажем просторы Сибири и отдал сердце не мусульманке, а русской красавице, взбудоражил общественность решением стать вдовцом. Чисто случайно познакомились в жизни на отдыхе. Он через какое-то время сам приехал, он хотел остаться здесь. Между сибирячкой и уроженцем солнечного Каира вспыхнули пылкие чувства. Годы труда ради благополучия близких. При поддержке амбициозной супруги иностранец оставил уличную палатку и перебрался в собственный магазин. За 9 лет отношений пара добилась всего, о чем мечтала. Прибыльный бизнес, высокий достаток, профессиональный успех и желанный ребенок. Казалось, семья не знала невзгод. Но к 2020 году египетский предприниматель присытился семейной идиллией и ожесточился. Первое время не было, а потом уже потихонечку началось. Периодически в последнее время ведет себя неадекватно. Чтобы добиться своих целей он мог кого-либо запугивать. Какие-то такие у него методы были. Я думаю, что супруга сказала правильно про маскировку. Потому что, во-первых, мы не знаем о том, каким у него было прошлое, когда он проживал в Арабской Республике Египет. Да, действительно, при проведении следственных действий, при многочисленных допросах многие люди, которые его знали, называются действительно положительными. То есть, если это какие-то там социальные службы или еще что-то, то у всех, особенно на женщин, он производил неизгладимо приятные впечатления. Он может себя подать, но лично мое мнение, что человек просто грамотно маскировал свою сущность. Между тем, супруга и не догадывалась, что возлюбленный начал поглядывать по сторонам. В этой истории не обошлось без любовного треугольника. Семейную идиллию пошатнула роковая страсть. 20-летняя любовница вскружила египтянину голову. Подозреваемый начал все чаще вне дома коротать вечера. Развлекал похитительницу его сердце рассказами об экзотическом крае. Охотно исполнял капризы юной подруги. Не скупился на подарки возлюбленной, а со временем стал ее содержать. Роман попыталась пресечь жена, а Мичка узнала о предательстве, но договориться с супругом не удалось. Многолетний брак затрещал по швам, пара разъехалась. А в октябре прошлого года обманутая супруга заговорила про развод. Где развод, там и раздел имущества. Отдать опостылившей даме сердце половину совместно нажитого предприниматель не захотел. Тогда использовал, как ему казалось, надежное средство. Откровенный шантаж. Угрожал забрать дочь. Не то, чтобы он хотел, чтобы она с ним осталась, а больше навредить мне. Ну, он пытался запугиванием. То есть, я там с детьми что-нибудь сделаю, я там с отцом что-нибудь сделаю. Вот таким вот образом. Это он пытался вас запугать, чтобы не допустить развода? Да. Не знаю. Человек, идущий на такие меры, у него ничего нет просто в душе, по моему мнению. Угрозы не возымели успеха. Подозреваемый решил прибегнуть к насилию. Город готовился к новогодним гуляниям, а египетский бизнесмен к смене семейного положения. А МИЧ настроился радикально решить проблему стать вдовцом. Позже потерпевшая расскажет, незадолго до этого супруг в присутствии дочери первоклассницы лично набросился на жену. Я подошла к ребенку, а он с агрессией на меня напал. Напал прямо с кулаками? Он пытался задушить меня. Правда, сам марать руки не захотел. Поправить семейное положение египтянина должен был киллер, как уже установили правоохранители. Для этого подозреваемый обратился к приятелю, который прежде имел проблемы с законом и попросил помощи в решении деликатного дела. Знакомый подыскал киллера, но, как позже выяснилось, не беспринципного убийцу, а переодетого оперативника. Силовик вошел в образ и повел двойную игру. Изначально по его замыслу это должно было выглядеть как разбой, чтобы в конечном счете к нему не было никаких подозрений. Получив данную информацию, мы зарегистрировали ее, после чего было принято решение взять данное лицо в разработку. К встрече с так называемым работодателем оперативник готовился не один день. Чтобы пустить заказчику пыль в глаза, сотрудник кардинально поменял имидж. Отрастил бороду и усы, классическая рубашка уступила место кожаной куртке. Мне необходимо было создать образ человека, который выглядит как убийца, а не как сотрудник органов внутренних дел. Была определенная одежда такого рода, чтобы она выглядела и представительно и в то же время я был похож на человека, который может совершить то или иное преступление. Но в итоге мы выбрали что-то среднее между спортивной одеждой и классической. Кроме того, легенда была обозначена таким образом, что я прибыл из близлежащего государства, приграничного. И вместе со мной также есть люди, то есть моя команда, которая помогала бы мне якобы совершение этого убийства. Между тем, без дела не сидел и заказчик. Египтянин тоже активно готовился к встрече. Следил за супругой. Выяснил, в каком районе амичка снимает квартиру, каким маршрутом добирается до работы, на какой остановке выходит из транспорта. И составил карту безлюдных локаций, которые идеально подходили для бойни. Темные закоулки, гаражные кооперативы и лесные массивы. Слепые пятна, где мало прохожих и нет ни одной камеры наблюдения. Для того, чтобы вы, зрители, сейчас отчетливо слышали мою речь, на мне висит микрофон. Точно также, обмотанный проводами, на первую встречу с заказчиком пришел и липовый киллер. Силовики использовали устройство так называемой аудио- и видеофиксации. Запись разговора с египтянином была нужна как улика, которую в дальнейшем правоохранители могли бы предъявить в качестве доказательства его вины. В ходе первоначальной встречи первой было сразу же понятно, что этот человек не настроен изменять своего мнения. Этот человек настроен совершить убийство. Он желал смерти своей супруги и хотел, чтобы это дело было доведено до конца. Основная цель его была, чтобы она, как дословно он говорил, не доехала до больницы. То есть она должна была, согласно его замыслу, умереть на месте. Единственное, о чем он переживал, чтобы в дальнейшем на него не пали подозрения сотрудников органов внутренних дел. Вторая встреча. Заказчик и наемный убийца продумывают все до мелочей. Маршрут отработан, орудие преступления выбрано, деловые партнеры договариваются о цене. Отдать миллион за избавление от супруги бизнесмен не согласен. Именимый убийца снижает ценник до 700 тысяч рублей. Расчет валютой в качестве аванса за расправу подозреваемый вручает исполнителю 1000 евро. Правоохранители понимают, обстановка накаляется. Пора выводить на поле нового игрока. Встретили меня у подъезда. Вы на работу выходили? Рассказали мне, в принципе, всю ситуацию. Я как-то уже на самом деле ожидала всего чего угодно. И я как-то, ну не знаю, с какой-то легкостью в это все поверила. В день Х подозреваемый бросает все силы на создание алиби. Топчется под камерами видеонаблюдения. Проводит деловые встречи, пересекается с друзьями. На общественном транспорте отвозит дочь в школу. Грандиозный спектакль отыгрывают и силовики. К этому моменту у нас был представитель одного из театров города Омска, который помог нам в реализации ее внешнего вида грима. Мы создали определенные повреждения. У нас также была подготовлена кровь для этого. Мы для себя имеем представление, как выглядит труп. И поэтому мы... Обмануть не составила супруга. Да, обмануться от зора. И мы посчитали, что действительно выглядит все очень реалистично. Фотосессия удачна. Роль жертвы, обманутая супруга, отыгрывает на редкость хорошо. Было ощущение, что это кино. Потому что, ну как-то, не знаю... Даже не верилась в абсурдность ситуации. Что вообще такое бывает, и это возможно. Меня положили, там все подправили. Точно не помню, но холодно. Холодно, да, было. Может быть, силовики вас потом чаем поили. Поили чаем. Поили чаем, да. Сотрудники как-то там в шутку что-нибудь подшутят, там еще что-то. Чтобы разредить обстановку. Да. Такого вот там накала какого-то или еще что-то не было. Как-то, наоборот, была такая спокойная обстановка. И абсолютно спокойно себя чувствовала. В надежных руках, скажем так. Поэтому могу им сказать только большое спасибо. Уже через пару часов жуткие кадры по достоинству оценит заказчик. Вид окровавленной женщины, которая подарила египтянину дочь, не тронет подозреваемого. Ни горечи, ни раскаяния. Довольный клиент передаст липовому убийце остаток зарплаты 3000 евро. И уже начнет строить новые бизнес-проекты по избавлению от ненавистных знакомых. В конце диалога, когда мы обсуждали тему совершения убийства, он также сообщил мне о том, что если работа будет выполнена в полном объеме и он будет удовлетворен выполненной работой, то у него будет еще предложение аналогичного характера в отношении других лиц. Да. Было установлено, что он планировал совершить еще одно убийство. Точно так же, да? Убийство, да, также по найму ранее знакомой ему женщины. И цель была, как мы считаем, тоже завладение ее недвижимым имуществом. Но этот бизнес-проект не получит развития. Как гром среди ясного неба, планы срывают силовики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, за что вы задержали? Я не понимаю, не знаю. Я ее спросил такой, дай мне телефон позвонить, мой аввокат никто не дает. Один человек говорит, умерла, а другой сейчас только один минут назад. Он говорит, ваша жена против общаться с дочкой. Так вы сами-то знаете вообще, жена ваша жива или что-нибудь? Я не знаю ничего, потому что он такой здесь один говорит так, другой говорит так. Я сам реально не видел. Даже воду не хотят дать мне. У него нет ни капли сожаления. Он говорит о том, что это мы виноваты, что он в такой ситуации оказался. Вы это кто? Я и мои родственники. Что это не его вина, его подставили. И вы, получается, к нему в следственный изолятор не ходите? Нет. Обвиняемый не преклонен. Он держится на своей позиции, пытается всяческим образом подкрепить свою версию. И ни о каком раскаянии здесь тоже не идет речи, потому что, во-первых, он говорит о том, что я не причастен. Это я жертва. Меня хотели обмануть. Я русский язык знаю плохо, в связи с чем мне, как сказали, я так и делал. Что-то я недопонял. А какие у вас отношения с женой? Обычные отношения. Ну, какие обычные? Все хорошо у вас было или что? Ну, как я, в каждой семье всегда бывают конфликты, бывает так. Несмотря на харизму и все свое обаяние, первый раунд в Фемиде подозреваемый проиграл. Вот уже полгода предприимчивый бизнесмен коротает дни в следственном изоляторе. И хотя с заточением не согласен, а все же не может оспорить решение суда. Соловики уверены, по ту сторону колючки бизнесмен обосновался надолго. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Че ты поставь? Ну иди, пока не могила. Ты упадла. Давно в наших подборках не было материалов о домашнем насилии. Жители Ленинского округа спешат исправить ситуацию. Улица Гоголя. Для постоянного зрителя знакомый пейзаж. Дело в том, что именно по этим локациям мы прогуливались, когда ознакомились с уголовным делом о Мичке, которую держал в плену и пытал бывший возлюбленный. А сегодня я расскажу вам неприятную историю двух закадычных друзей. Жестокие кадры. Житель Ленинского округа пробует свои силы в операторском мастерстве. Главная героиня – вчерашняя подруга и новоявленная дама сердца. Отношения с которой Мич перевел в разряд романтических всего месяц назад. Из ролика становится ясно – в качестве кавалера подозреваемый проявляет себя далеко не с лучшей стороны. Вместо ринга – обычная кухня. Застолье дебошир превращает в рукоприкладство, а побои – в фильм. На записи – кульминация потасовки. Коньяк будешь пить? Нет. Нет? А че ты? Не хочу. Точно не хочешь? А? А че заборочилась-то? Убивай мне дочь. А Мичка решается дать отпор и провоцирует кавалера на очередной всплеск агрессии. А, собака! Ты сделай голову! А, ***! Попуталась, ***! А, ***! Говори, ***! Попутала, попутала! Попутала? ***! Меня! Оператор берет реванш. На женщину сыпется град ударов. Кухонный боксер глумится над жертвой. На колени! Наконец дебошир сменяет гнев на милость. Предлагает набрать 0,3. Говори, что ты? Я могу свою вызвать. Не надо глюхать. А? Мне больно. Мне больно. Финал вечера с новоиспеченным любовником драматичен. Разбитым сердцем дело не ограничивается. Врачи диагностируют 51-летней пациентке. Закрытую травму груди, переломы ребер и ушиб легкого. Легенду подозреваемого, якобы женщина получила травмы, когда случайно упала, медики отвергают. И критиками неоднозначного творчества становятся силовики. Сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего заставили 50-летнего мяча в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что причина конфликта стала ревность. В отношении подозреваемого следователь отдела полиции номер 4 в МВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Я ее ударил несколько раз в область головы и по телу. А чем ударил? Рукой, по туловищу, либо ребром ладони. Ну, к лакону точно не идет. Отмечу, что к потерпевшей нареканий ни у людей в погонах, ни у соседей нет. Местные жители уверяют, знают женщину больше 10 лет. И за долгие годы та ни разу не давала соседям повода для недовольства. Дружбу с зеленым змеем мамичка не водит. Отзывчивая и добропорядочная, работает санитаркой в больнице. Очень приличная женщина, очень такая вот спокойная, доброжелательная. То есть она постоянно вот цветочки выращивает, огородик у нее небольшой. Вот я всегда удивляюсь ей, что она и работает, и успевает еще в таком хорошем состоянии огород держать. То есть она прям очень положительный человек. Не злоупотребляет? Нет, никогда не видела. Хотя мы вот живем рядом, и я через двор хожу каждый день туда-сюда, и на работу с работы ее часто вижу. Как бы никогда я за ней ничего такого не замечала. И потому местные недоумевают. Как их любимая соседка оказалась в компании дебошира, который, ко всему прочему, матерый рецидивист. Я ее пьяной ни разу не видела, по крайней мере, сколько она проходила по улице, ни разу я ее пьющую не видела. Но обычно я там с продуктами идет. Видела мужчину, но я не знаю, кто он ей. Кто он там. Ну, да, он постоянно такой, какой-то непонятный. Да, портрет кухонного боксера далеко не так привлекателен. Амич уже имеет опыт общения с силовиками. Горячий на руку рецидивист. За спиной судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последний раз из мест не столь отдаленных мужчина вернулся всего полгода назад, в январе. Подозреваемый освободился в январе этого года. После освобождения проживал с матерью, употреблял спиртные напитки. С конца мая остался жительство с потерпевшей. От последних каких-либо жалоб на мужчину не поступало. Впрочем, теперь ссор из избы вынесен. И неприятностей горячему на руку воздыхателю не избежать. Уголовное дело заведено. Подозреваемый уже в следственном изоляторе. Амичок грозит до шести лет тюрьмы. Перепутал реальную жизнь с компьютерной и учинил беспредел в духе лихих 90-х. По всей строгости закона готовится ответить таксист, который ради красной Мазды поставил на кон свободу и проиграл. На финишную прямую выходит громкая история рецидивиста за сутки, собравшего букет уголовных статей. Государственный обвинитель выступил в прениях и потребовал сурового наказания для Амича. Стороной обвинения было предложено учесть в качестве смягчающих наказаний обстоятельств частичное признание вины по факту совершения разбойного нападения, хищения потерпевшей, а также частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а именно связанным с хищением денежных средств со счета банковской карты. Отягчающим наказанием обстоятельствам было предложено учесть рецидив преступлений. Стороной обвинения по совокупности преступлений было предложено назначить подсудимого наказания в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Героем криминальных сводок, я напомню, отчаянный житель Амурского поселка стал еще полтора года назад. Жажда легких денег затуманила разум. В погоне за наживой 40-летний Амич из неприметного гражданина превратился в романтика с большой дороги. В то время подозреваемый трудился в таксомоторной компании. И в один из дней под безобидным предлогом появился на пороге квартиры жительницы Центрального округа. Виртуозно ввел женщину в заблуждение, заявил, хочет купить выставленную на продажу машину. Но сделка обрела неожиданный поворот. Сперва таксист ограбил владелицу Мазды, а затем похитил ее. Амич отвез жертву в гараж, запер в погребе. Там потерпевшая провела порядка пяти часов. Чем и как ее связали? Подручными веревками, тросиками. Причиняли телесные повреждения ей в гараже? Была попытка отключить ее сознание. Каким образом? В шоке. Сам в это время взял ключи от ее квартиры, вернулся в ее квартиру. Забрал ключи от ее автомобиля Мазда, значит. И уже на этом автомобиле вернулся за ней в гараж. Тогда обвиняемый посадит жертву в багажник Мазды и вывезет в лес. Позже рецидивист раскроет словикам детали жуткой поездки. Чтобы успокоить перепуганную амичку, обвиняемый решится на жесты доброй воли. Купит заложнице и пирожное. По пути я купил кофе, поесть, чокопай и по-неподобным. На западке. Зачем вы купили поесть? Потому что она замерзшая, поэтому купил пирожное. Вам стало ее жалко? Да, мне стало жалко. Впрочем, жалость на задний план оттеснит похоть. Апогеем преступной деятельности станет изнасилование потерпевшей. Обвиняемый надругается над жертвой и бросит амичку в лесу. Правда, разлука будет недолгой. Уже к концу дня оба встретятся в полицейском участке. До города женщина доберется на попутки и сразу обратится за помощью к силовикам. Оперативники поймают похитителя на стоянке по продаже поддержанных автомобилей. Тогда людям в погонах преступник сознается. На отчаянный шаг его толкнули долги. Я напомню, что в анамнезе неудержимого таксиста отсидки за разбой и кражи. За решеткой амич провел уже больше 10 лет. Солидный срок повис над криминальным элементом и в этот раз. Отмечу, что прежде обвиняемый пытался повлиять на будущий приговор, ломая комедию перед служителями Эфемиды. Окрестил себя жертвой вероломных силовиков. Заявил, признательные показания ранее дал под давлением физическим и психологическим. Но когда обвинения не подтвердились, стратегию изменил. Сегодня подсудимый вину признает частично и прилежно сочиняет текст будущих выступлений. Для последнего слова и прений. Ясно одно. За свободу подсудимый намерен бороться до конца. По словам участников процесса, бывший таксист уже исписал порядка 40 листов. На следующей неделе амич выступит с пламенной речью, а после судья зачитает приговор. Чуть не сгорели заживо. Рабочий процесс на одной из строек в центре города едва не омрачает трагедия. Охранник, еще вчера дежуривший на этом объекте, сегодня фигурант уголовного дела. Амича обвиняют в покушении на убийство трех лиц. Эта история с огоньком разворачивается на улице Кемеровской. В роковой день 48-летний подозреваемый пьян. Под градусом мужчина зорко следит за порядком и своей дотошностью выводит присутствующих из себя. Местные работяги становятся свидетелями пылкой ссоры, которая разгорается между разъяренным охранником и случайным амичом. По версии следствия, охранник частного охранного предприятия блокпост, находясь на территории строящегося объекта, увидел постороннего мужчину, которого стал с территории выгонять. Однако мужчина зашел в строительную бытовку, где находилось двое рабочих, и конфликт продолжился уже там. Столкновение набирает обороты. Чтобы поставить точку в скандале, рабочие выгоняют нетрезвого охранника из бытовки. Мужчины уверены, конфликт, который вспыхнул на ровном месте, улажен. Но к ночи становится ясно. Жгучую обиду подозреваемый не простил. Жажда мести застилает глаза. Нетрезвый охранник решает спалить строительную бытовку, в которой спят его обидчики. Для этого обливает крыльцо и дверцу вагончика горючей жидкостью, и, как позже признается правоохранителем, отдавая отчет своим действиям и желая наступления смертельных последствий, поджигает вагончик. Инцидент попадает на камеры наблюдения. В кадре видно, пламя вспыхивает мгновенно. И виновник ночного переполоха в первом ряду. В предвкушении трагического финала не спешит скрыться с места ЧП. Проверяет, не удастся ли жертвам спастись из огненной ловушки. Караулит, не ринутся ли обидчики в окно. Трагедию удается избежать лишь благодаря реакции рабочих. Бытовка охвачена пламенем, но мужчины пробираются к выходу в упорной борьбе за жизнь. Параллельно тушат пожар. Выяснение отношений с обидчиком остается за кадром. А вчерашние коллеги участников потасовки баловать прессу откровениями не спешат. Пытаются сбить съемочную группу со следа. Апеллируют к порядку, наведенному на стройплощадке. И отсутствию видимых улик. Вы не слышали? В обиду, там руководство. Туда? Да, да, да. Ну, Кемеровская 13, видите? Вы здесь, здесь. Живите, все бытовки целы. Вот я поэтому и удивлена, что здесь нет следов пожара. Нет. Вы живите, все бытовки целы. Тем не менее, сейчас поджигатель задержан. Запись процесса поджога изучают силовики. Зачинщик ночного переполоха уже оставил свое рабочее место. По решению Фемиды, ближайшие месяцы Амич проведет в СИЗО. Подозреваемому грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Продолжение следует... Улица Барабинская. 23-летний водитель «семерки» мчит по грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей станции Московка. Вжимает в пол педаль газа, набирает скорость, теряет управление и вылетает в кювет. В ходе проверки установлено, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами, но ранее уже привлекался к ответственности. Кроме того, у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Лихач не один. В салоне его легковушки два пассажира. 25-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Амичка не пристегнута, травмы несовместимы с жизнью. Пассажирка погибает на месте до приезда врачей. Я отмечу, что по информации госавтоинспекторов, водителя уже не раз привлекали за превышение скорости. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Левый берег. Посреди магистрали груда металла. Асфальт усыпан осколками. На улице Кондратюка массовое ДТП с летальным исходом. Виновник аварии 61-летний водитель Toyota Land Cruiser. Амич выезжает навстречу и уже в следующее мгновение жалеет о ловком маневре. Я допустил столкновение с автомобилем Nissan Murano. В последующем произошло столкновение также на встречной полосе с автомобилем Toyota Corona. В результате данного происшествия водитель Toyota Corona, молодой человек, скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Еще двум пассажирам Toyota понадобилась медицинская помощь. Девушка в тяжелом состоянии до сих пор находится в медицинском учреждении. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Ищите проект в интернете. Выпуски основаны. Мы выкладываем на YouTube. И давайте верить, что зло будет наказано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова